всем привет дорогие друзья подписчики и гости канала им games с вами андрей броски и мы продолжаем играть в демо версию файл фэнтези 15 эпизоду sky она называется остановился в прошлом видео я на принятии решения стоит ли отправиться с глади сам с гладио на выполнение дополнительного задания и конечно же конечно же стоит там можно было нажать треугольник посмотреть на карту но я счета поторопился думаю мы посмотрим в процессе прохождения куда мы там собрались бежать появился вот вот там вот сейчас находится на одной головой вот этот вот носорог от сильно это получили мы опыт за то что расположили здесь на камне называлась палатка с видом но тут действительно мы так повыше открывается нам большой обзор что можно сделать еще если подойти снова можно организовать лагерь и но этого делать мы уже не будем мы сейчас он тур включен режим это так я понимаю дополнительное задание зеленым отмечено назначить точку точку направление давайте отметим вот теперь мы будем туда бежать 653 метра правда внизу совсем что-то близко находится над это да да и это наш бегемот давайте наверно все таки с гладио дополнительное задание правда пилить конечно далековато но но что поделаешь давайте ускоримся тогда один километр можно хоть время засекать с какой скоростью перед двигается главный герой насколько он продалю преодолевает один километр и от кстати на таймер смотрим огней черном милан ноуэр не говорит потрясающая природа посреди ничего вот это было прикольно рукой он отодвинул немножко деревья интересно что это у нас тут ну снова снова 25 тысяч гилл предлагают нам за поимку местная живность а вот что-то я еще нашел растет бит какая-то наживка растет старая видимо блин у огромный вот этот на камеру от первого лица можно зажать l1 ага но мы тут правда на себе больше сосредотачиваем вид видите задний фон становится размытым прям как на камере можно можно сделать красивую фотку интересно знаете что еще но детали детали все-таки это rpg обычно когда игры с открытым миром все сделано окружающие так себе вот но данном случае все все по моему на уровне блин хочу ногтиса так повернуть у него футболка хотел на футболку обратить внимание видите какие-то какой-то узор на футболке это тоже очень здорово потому как вроде бы ну футболка и футболка а тут они прямо сделали такой момент что она с каким-то узором окей так он по-моему какое-то время бежит а потом усталость блин не туда я хотел варкнуться укусили меня здорово кстати жизнь хорошо что жизнь восстанавливается быстро парировать я не успел так меня хоть подлечь а там то что-то я совсем плохой войны характерах когда падает здоровье до нуля когда здоровье героя падает до 0 он в опасности ага на последующие на получение повреждений будет увеличивать полоску жизни если максимально здоровье ногтиса упадет до нуля игра кончится вы можете использовать зелье чтобы восстанавливать полоску жизни а могу ли я куда-нибудь телепортироваться ну подлечи меня друг ухты вовремя то гладио подскочил ногтис не восстанавливает здоровье когда в опасности если вы будете долгое время находиться в опасности вам помогут получается как-то старцы звезды да я в порядке там помирают все противники ухты блин прилетела я думаю что за шум это боевые перцы на стопорами давайте немножко на возвышенность поднимемся восстановим здоровье да сильный противник он еще и стреляет чем-то может этого с флагом угомонить каратист так как восстанавливает здоровье кри а это пауза тачпад нажатием тачпада мы попадаем в меню в котором мы можем воспользоваться предметами но вот позже насколько восстанавливать что не вижу я где пишут а восстанавливает максимум вообще чудненько а этот знаменосец это супер мужик я не ударила ему по шарабану там много раз а а а а а а а а Блин, не успел я парировать удар А, он обезумел Он выбросил в итоге Получается, это Своё знамя И И Че-то побежал на нас Я думал, долгий с ним будет бой, но он что-то помер Кстати, Гладиус Или как его Говорит, что он проголодался Просто мне очень любопытно Посмотреть на вот этого На это животное Я не знаю, животное это или что Они рычат или пердят Звук такой Похоже на то и на другое Немножко, кстати, проседает ФПС Вот тоже, он бежал, бежал, бежал Теперь я так вижу, подустал И Откуда, откуда враг А, у нас стаи этих волков Я могу убежать Да, они решили в итоге напасть Убежать от них И не получилось Вроде бы, как я в противоположную сторону Двигался По логике, они Не должны были нападать Все-таки я отдалялся Но игра Либо это Такой недочет Либо так задумано Либо я что-то сделал неправильно Держи Иди сюда Либо Держи Знакомься Держи Да что там происходит вроде бы бой не закончился на камере хочу телепортироваться восстановить magic points что гладио не сражается с противником и тут и имперцы прилетели нужно нужно убегать ну благо они нас не преследуют хотя все-таки на летающем корабле такая возможность у них была просто убежали и они остались позади да очень кстати далеко гляньте провисовка этого корабля как он исчезнет давайте посмотрим ага ну так себе но все равно . он конечно не стал на горизонте но но тем не менее особых претензий нет филы не рейдж и ума учился в файвере вот эти вот диалоги между персонажами очень круто говорит что ты там ну гладио начал вздыхать ингарь что ты чувствуешь свои года чем подшутили они подшутил ногтез над своим напарником есть небольшое проседание fps но возможно это конечно из-за того что сонька еще и пишет видео потому что все таки на запись видео на конвертацию видео в 720p нужны неплохие ресурсы я просто понимаю это на свою глядя записывая видео на своем компьютере когда я пишу там sego 16 бит как он бедняжка пыхтит аж 60 fps сразу падает до 30 и в самые такие неприятные моменты даже даже ниже проседает так где враг да парирование очень круто или и бою очень круто сделан если делать все правильно управление нельзя сказать чтобы перегруженная но задействовано много кнопок то есть я чувствую себя конечно молодым человеком пауком прямо 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 то и то нужно нажать ну чтобы получился красивый бой ой-ой-ой летят незл незлхейм как-то так по-моему они называются эти ребята которые высаживаются на корабле но в мультике конечно с такого корабля высаживалась не четыре человека будем считать что эта группа гуан мисс вы разведки вот в мультфильме конечно с такого корабля там высаживалась человек двадцать сразу и отрезали они местным головы ну или типа того в общем злые ребята наконец-то мы достигли пункта назначения ага попробуйте попрактикуйтесь и применяйте цепочки пересечения начните атакуя гору это и вот это вот все таки носорога нам придется забить квест называется it takes two это потребует двоих как-то так а ну-ка что мы еще можем сделать инвентурии помощь в инвентурии понятно мы смотрим то что у нас есть какие предметы зелья там ну все остальное короче помощь можно почитать гайд опции и титры вернуться в точку отдыха и назначить путь назначение точку назначения ага но тут вот я думаю где описание о квесте почитать и более подробно и вот оно тут написано но она очень краткая star trouble with гарула начните в общем неприятности с гарула но окей давайте не будем затягивать во 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 давайте да да я телепортироваться хочу hit your spot and execute a cross chain в общем атакуйте свою точку и запустите эту цепочку пересечений но это какие-то совместные удары пока у меня не получается честно говоря сделать вот может быть нужно в этот круг забежать link up with gladio by timing your strikes получается взаимодействуйте с гладио во время в общем нанося удары окей я нажимаю треугольник ага ну это пошло петли не такое мы забиваем этого противника но вроде бы я все правильно сделал немножко не самый лучший ракурс выбрала камера но так в целом неплохо ага после того как вы удачно закончили цепочку этих совместных ударов то повышается уровень и вы можете нанести снова эту цепочку только уровня 2 и вот попробуйте это сделать но мы пробуем ага вот он вот там нужно в круг попасть ну треугольник ну цепочка уровня 2 это она стала просто серией цепочкой из большего количества ударов ну ну мне мне очень нравится единственное что может быть не совсем самый лучший ракурс и выбирает камера а так потрясающе мне мне очень нравится это уже цепочка 3 ах я не на я не вовремя нажал треугольник есть у нас еще один варп давайте попробуем бегу бегу давай гладио куда он ему это копье ну зачем же так издеваться над животными эх ты ногтис ногтис молодой ты еще принес принес блин снова я сбросил цепочку а у меня нет сил я понял немножко под под набраться энергии я в стадисе нахожусь ну вот сам может быть здесь быстрее восстановится магические очки ай-яй-яй-яй-яй ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй чё-то я не то надел прятаться можно ага меня засекли ry-яй-яй! Блин, ну вот эти прыжки, те телепорты, очень круто сделано. Не могу пока я разобраться, стазис и стазис. А, вот началось восстанавливаться нормально. Надо просто немного подождать. Долго-долго восстанавливаться. Очки эти, ну давайте пробовать что-то сделать. Все равно, ну, эй-эй-эй, как-то куда-то в другую сторону. Все это на самом деле должно было произойти быстрее. Ну, промахнулся. Запорол пару цепочек. Мой бок, май бед, май бед. Как говорят. На английском. Но он прям нашел, по всей видимости, это... Ахиллеса выпятую этих животных. С копьем, конечно, вид сзади. Это он... Жесток. Жесток. Ногти сам. Так, ну нам нужно Секью Кроссбон 2. Вроде бы я... Я вроде как... Ай, блин, опять я запорол. Да что такое? О, блин, опять я запорол. Секью Кроссбон 2. Секью Кроссбон 2. Что-то я далеко отбежал, видимо, от задания. Я сразу с этим моментом не разобрался. Здесь нам что ли нужно находиться? Все вместе с этим моментом. Я не могу понять, она или как бы глюкнула, потому что я выполнил уже цепочку, по-моему, из максимального количества ударов, а мне не засчитывали. А, я понял, что мне нужно выполнить всего лишь из двух, второго уровня, а я выполняю пятого там или максимального, и немножко снова, снова делаю не то. Сейчас все получится. Это все моя невнимательность, всему виной. Есть. Нужно было нажать треугольник в конце цепочки и из двух ударов. Я, ну, что-то запоролся. Так, if you fight as four, everyone will join in the combo. Если вы сражаетесь четвером, то каждый будет участвовать в этом комбо. Здорово. Так только получается гладиус, после того, как вы нанесли определенное количество удара, в данном случае удара четыре было, или пять. Затем нужно нажать треугольник, это кнопка управления гладью, он наносит финальный завершающий удар. Объединитесь с гладью и зачистите зону от врагов. Да я тут уже перебил, по-моему, столько этих противников, что она должна быть пустая. Зачищена. Давайте попробуем третий уровень. Ну, нарубали мы тут местной жирности достаточно много. You did it. Вы это сделали. My camp and let the other snow. Сделайте лагерь и сообщите об этом остальным. Я много получил опыта. I won't keep you in the dark. Так. Тут, 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 тут. Выбираем. Подождите. А, нажмите options и выберите точку назначения, где вы хотите отдохнуть. Ну, у нас получается нас телепортнут. Или нет. Просто написано в правом нижнем углу, return to the tourist points. Вернитесь к точке отдыха. Я думал, просто если удержать options, допустим, то у нас можно как-то телепортироваться, но нет. Нужно бежать. Кстати, вот стемнело, появился эффект света и начал резко просаживаться в FPS. Плохо, это плохо. Вообще, с мощностями PlayStation 4 все должно работать идеально. Я обращаюсь к разработчикам. Не нужно рассказывать, что здесь какое-то слабое железо и так далее. Просто нужно, чтобы руки были ровными, оптимизируйте, и все будет работать исправно. Прикольно. Он тут немножко паркура устроил. Сам, причем я никакие кнопки не нажимал. Он решил сначала перепрыгнуть, оперевшись рукой на этот забор. Вот. А затем просто перепрыгнул. Так, а вот еще один у нас враг. Ну, ночь, конечно, темная. Это здорово. Как на самом деле, если бы мы оказались где-то в глуши, то реально, где нет источников света, мало должно быть что видно. Передано здесь все очень-очень атмосферно. Ночь похожа на ночь. Вот в данном случае, вот там вдалеке, и не видно, что там, аж страшно туда идти. А вот ребята и прилетели, и подсветили. А, не Фильхейм, правильно. Это вот эти вот механизированные ребята. Они хотят тоже с нами сразиться. Давайте мы не будем лишать их от такого удовольствия. С пользу-ка я зелья, что-то жизни совсем мало. Ой-ой-ой, закончился у меня магические очки. Так, я могу что-нибудь использовать. Нет, у меня такого нет, получается. Тут правда оружие можно поменять. Ну вот, немного здесь я не разобрался с оружием. Ладно, не будем заморачиваться. Давайте продолжим. Продолжим убивать противников. Видите, он, когда последний остается, он бросается, получается, знамя. И начинает безумно бежать вперед. Вот, пытаясь нанести какую-то последнюю атаку. Так, ну что, мы практически на месте. Ага, вот Гладио подсказал нам, что нам в ту сторону. И делаем лагерь. Отдыхать. Отдыхать. Кетчап with others. Встретитесь с другими. Вот они все подошли. Мы с Гладио их как раз тут ожидали. Нисмендет. Заграб. Тейтерит. Клоузин. Не знаю, короче, что-то было про Чакоба написано и про одежду. Тут прям блюдо, как с ресторана. Ну, прикольно сделана. Отдыхающая такая, расслабляющая музыка. Пока показано, сколько очков мы набрали. То есть пока в этот момент, играя в игру, вот дома, не записывая, допустим, для стрима, самое время сейчас, знаете, вот сделать перерывчик, подняться, тоже себе пойти, забацать какой-нибудь бутербродик с яйцом, перекусить и продолжить. Прямо они как так и задумывали. Да, левелап у нас поднялся уровень 14-18 и, кстати, даже добавила Игнесу немного очков, хотя он не участвовал в туре, но немножко прокачало. Дело в том, что, по всей видимости, все равно будут прокачиваться именно только те, ну, нам дали больше гораздо очков, чем Игнесу, но у него тоже полоска на месте не стояла, я обратил внимание. Конечно, понятное дело, что, скорее всего, будут прокачиваться только те персонажи, которые принимали участие в битве, но я вот... А, прикольно, ляньте, они сделали еще тут и селфи. Ноктис теперь может использовать цепочку, вот эту, кросс, ну, кросс-цепочку. Поднята, поднята атака и защита на 50%, получено 10% опыта и что-то еще там, инкрест, еще что-то повысилось. Так, фух, что это сигналит, что сигналит. Это точка, то, что это кемп поблизости. Давайте, ладненько, я очень долго затянул, наверное, все-таки прохождением. Давайте посмотрим на станции, что, и потом отправимся. Просто я уверен, что на станции битвы не будет, а вот бегемота, который у нас тут за 25 тысяч гилл разыскивается, с ним-то будет точно у нас возня. Плохо не показано во время бега, сколько есть у Ноктиса стамину. Снова там у них между собой идет беседа, они недовольны тем, что едой был недоволен один из героев. Я, правда, не знаю, как его зовут, ну, да ладно. Прикольно было бы, если бы можно было подъехать на мимо проезжающем автомобиле. 400 эти метров. Ну, мы посмотрим на местные красоты. О, летят опять эти парни, так, давайте отбежим. Если я не хочу сражаться, я смогу убежать? А, ну, нельзя сказать, что они прямо за нами, они, видите, просто... Типа патрулируют местность. Ну, очень-очень большая локация и очень красивая, друзья. Конечно, может быть, немножко не хватает цветов, конечно, где-то замылено, не без этого, но... Все равно. Все равно... Графика есть. Так, а если я спрыгну? Ох ты. Он даже немного здоровья потерял. Спрыгну с такой высоты. Есть подлагивание, если вы обратите на это внимание, и это не очень хороший знак. Ну, что поделаешь. Где-то, видимо, не тянет, возможно, Сонька, а где-то, возможно... Я еще раз повторюсь, возможно, просто разработчиков немного кривоватые руки. Сейчас разработчики очень сильно обленились. И... Подаваем железо топовое, там, четыре, там, видеокарты в одном блоке и так далее. Ну, не было такого раньше. Хотел потолкать стулья, но они не двигаются. Так, а это что такое? Мы можем... Мы можем... Смотрите, отдохнуть в этом трейлере, но... Нам нужно потратить немножко... Ну, валюты. Зато у нас будет быстрее подниматься уровень. Что? Я хочу отдохнуть. 200 гилов это стоит, у меня есть 400. Время спать. It's a bad time. Угу, немного мы повысили уровень Ноктиса и Игниса. Знакомая музыка. О-о-о-о. Ну, такой просто автомеханик. За работу так... Так... На работу такого автомеханика можно смотреть бесконечно. Давайте, ладно, поговорим с девушкой. Все-таки, что она там? Ну что, у нас есть продвижение с автомобилем? С автомобилем? Она практически готова. Но это здорово, что она практически готова. Но, говорит, мы с деньгами пока что еще не решили вопрос. Хе, мы сняли его, мы сняли его. Ну и потом... Было такое выражение, что мы ее поломали, мы ей починим. Ну, в общем, мы заплатим за ремонт. Короче, Гладио попытался немножко позаигрывать с этой девчонкой. Говорит, когда автомобиль будет готов, мы, наверное, и пообедаем вместе. Блин, ну тачка действительно крутая. Правда, много на ней ломаных линий, что не очень мне нравится. Антиалайсинг. Где антиалайсинг просто? Где он? Так, вот можно послушать, ребят. Говорит, мы добрались так далеко, может быть, устроим здесь привал. Ну, не стоит, говорит, тратить сейчас деньги на этот привал. Да, тачки обалденные. Гляньте просто на этот... Что это, трейлер или как правильно его там называется? Он потрясен просто. Это эвакуатор какой-то. Ах, жалко, не могу запрыгнуть. Ладно, не будем дурковать. Ну, хотелось бы побегать много по машинам. Прикольно то, что они тут все разные. Это очень здорово. Так, а что это у нас было еще? Проверить знак. Натуральная красота, современный комфорт, аренда каравана. В общем, оно того стоит. Жалко, что нельзя тут на машинах ездить, как в GTA. Прям хочется сесть и поехать. Мир реально крутой. Ну что? Назначить путь назначения и сразиться с... Dead Eye. С бегемотом, в общем. Его можно было сначала победить, видимо, а потом все-таки прийти сюда к девчонке и поболтать с нею. Но, возможно, бы тогда не было... После победы над... Возможно, не было бы диалога тогда просто с девчонкой, ну, такого, какой он был сейчас, если бы мы пришли сюда уже после победы. Мы, наверное, бы сказали, что вот деньги давайте на наш автомобиль и мы поехали дальше. А так, получается, Гладио еще и успел позаигрывать с ней. Блин, красота. Потрясающе. Вот, посмотрите просто на этот вид. Самое интересное то, что вокруг этого озера я бегал и был на той стороне. И, ну, это, конечно, впечатляет. Ну, что ж, друзья, думаю, это видео... Ну, стоит на этом закончить, данное видео, потому что уже 45 минут практически мы наиграли. Сейчас просто час мы записываем. Может прерваться запись, чтобы этого не было. Во время финального боя я так предполагаю, что это конец уже будет демки. В следующем видео, в общем-то, мы и запишем этот финальный бой. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, говорите, что вам не понравилось. Я отвечу на все сообщения, на все комментарии. Спасибо огромное за просмотр. Всем пока.